всем привет меня зовут герман я один из создать оруто микрофон он я придурочный всем привет меня зовут герман я один из создателей аэростана фан-клуб вы находитесь на нашем youtube канале и это очередной еженедельный выпуск я расскажу о небольших изменениях которые произошли здесь опять-таки кажется незаметно но во-первых камера стоит чуть под другим углом и второе важное изменение я купил микрофон для того чтобы качество звука было лучше чтобы вам было приятнее меня слушать итак какое же видео вас ожидает сегодня сегодня будет обзор но не простой обзор обзор модели самолетов у нас был в предыдущем выпуске сегодня будет также обзор но впервые это будут новости аэростана на нашем youtube канале поехали начинаем мы обзор новостей что же опубликовала аэростана начиная с 24 августа 2020 года итак первая новость касается возобновление прямых рейсов из городов алматы и нур-султана в анталию прямые рейсы в анталию с 29 августа в субботу были выполнены первые рейсы из нур-султана из алматы в анталию аэростана также напоминает что все пассажиры прибывающие в турцию должны пройти термометрию после возвращения в казахстан необходимо будет пройти термометрию и на своем экране увидите скриншоты сделаны в специальном приложении flight radar на котором отслеживаются перелеты гражданских авиалайнеров и по этим скриншотам видно что вчера действительно аэростана выполнила первые рейсы в анталию следующая новость была опубликована во вторник 25 августа касается она возобновления авиасообщения со стамбулом аэростана с 28 августа возобновила авиасообщение из алматы и нур-султана стамбул ура наконец-то и стамбул это одно из самых ожидаемых направлений было и очень часто в комментариях спрашивали пассажиры в среду официальный аккаунт аэростаны в инстаграм опубликовал информацию об изменениях в правилах въезда в страны евросоюза особенное внимание уделив требованиям германии и нидерландов аэростана просит пассажиров принять во внимание следующие требования для въезда в германию и нидерланды связи с пандемией родственники посещающие членов семьи а также туристы не допускаются в указанные страны до специального распоряжения исключения могут быть сделаны только для родственников несовершеннолетних детей ну и в каких-то других особых случаев также в этой же публикации аэростана просит получать подробную консультацию по вопросам виз и пересечения границ обратившись в консульство страны назначения чтобы хотелось добавить от себя в комментариях подписчики и не только постоянно спрашивают официальный аккаунт аэростаны о визах о требованиях правилах въезда и так далее но от себя хотелось бы добавить что аэростана это не визовый центр и не справочное бюро по путешествиям то есть пассажиры и потенциальные пассажиры и путешественники постоянно задают эти вопросы в официальном аккаунте аэростаны и я иногда поражаюсь насколько люди ленятся просто погугли я также хочу отдельно отметить то что моё мнение как создателя фан-клуба аэростаны может не совпадать с официальным мнением самой авиакомпании так как фан-клуб опять-таки неофициальный это моё персональное мнение еще одна новость этой недели которая связана с правилами въезда в одну из стран в которые осуществляют полеты аэростана это украина с 28 августа по 28 сентября въезд в украину будет разрешен только для следующих категорий пассажиров и дальше идет перечисление этих категорий с полным списком можно ознакомиться на сайте аэростаны авиакомпания рекомендует пассажирам не входящим в данные списки либо бесплатно перебронировать свой билет на другие даты либо полный возврат стоимости очень позитивная новость для часто летающих пассажиров я имею ввиду владельцев серебряных карт на мат клуб аэростана благодарит часто летающих пассажиров за лояльность и дарит серебряным участникам возможность путешествовать с привилегиями золотого уровня ништяк в дополнение к стандартным привилегиям вы получите возможность бесплатного бронирования my seat два дополнительных места багажа и доступ для участника и его гостя в бизнес-зал шапшан и рак в аэропорту нур-султана и приоритет на листе ожидания ну что это очень круто и вот эти привилегии я я всегда я всегда чуть-чуть завидую владельцам серебряных золотых ну и что говорить про бриллиантовых держателей карт на мат клуба вот приятная новость владельцы серебряных карт вдруг вот так стали золотыми класс заключительной части этого выпуска я бы хотел рассказать об очень хорошей новости многие из вас помнят ноябрь 2018 года когда экипаж аэроастаны героически выстоял справился со сложнейшей ситуацией и посадил самолет в португалии эмбраер 190 безопасность основной приоритет авиакомпании аэроастана ну мы об этом постоянно говорим и в комментариях и в своих публикациях в том числе именно поэтому мы уделяем повышенное внимание летной годности авиалайнеров и подготовки экипажей пилоты авиакомпании специалисты высокого уровня доказательство тому оценка действий экипажа перегоночного рейса кс-1388 столкнувшихся два года назад с проблемами в управлении самолетом в небе над португалией в общем пилотов рейса и команду инженеров присутствующих на борту наградили нагрудным знаком курмяты авиатор за высокий уровень профессионализма но это событие далеко далеко не рядовое по сути финал совсем недавно закончилось расследование в португалии получился зеркальный самолет то есть пилоты поворачивают они должны поворачивать вправо а они поворачивают влево и вот представьте что вы получаете зеркальный самолет или зеркальные автомобили вы садитесь за руль вы поворачиваете вправо а на самом деле самолет поворачивает влево и при этом множество множество других факторов все получается зеркально и вы в таких условиях вы должны управлять самолетом и это в машине вы можете просто нажать на тормоз и остановиться аварийку на трассе неважно а самолета вы не можете так остановить и но и полет вы не можете продолжать вам нужно сесть в общем настоящие герои и пользуясь случаем хотелось бы свое мнение опять-таки высказать о том что это страна действительно авиакомпания которой безопасность превыше всего и мы чуть-чуть чуть-чуть знакомы с ситуацией может быть глубже чем другие пассажиры и я могу утверждать действительно на авиакомпании работают настоящие профессионалы новости этой недели закончились если вам понравился этот выпуск ставьте лайки делитесь этим видео подписывайтесь ну в общем все как обычно вы все знаете пока